В день и искусств мы выбираем жизнь на вкус. К поэтам ночью ходит муза, а к поэтессам ходит мус. Я стала жёлтую, как груша. За что мне тяжкий этот груз? Ведь я хотела просто мужа, а вместо мужа только мус. Бежит немытая посуда, мне не понять, в чём сила, брат, А мне б сбежать, сбежать отсюда к тебе на сто стихов назад. Воспоминания не ранят, я на тебя уже не злюсь, Конечно, муж терпеть не станет, когда на кухне ночью мус. Что натворила я? Творенья, холодный мус глядит в упор, И каждое стихотворение себе же смертный приговор. Характер мой конец любому, и от меня я так боюсь. Не только муж сбежит из дому, но и последний хилый мус. Странники со странностями. В страны чёрт их и кондуктор вновь понёс. Поезда, я знаю, наркоманы. Поезда не могут без колёс. В знойный день и в лютые морозы поезд мчится в город, в море, в лес. И живут под кайфом паровозы, оттого так часто сходят с рейс. Скорость увеличивает дозы, поезд по дороге всё сметал. Отчего так любят эти розы вырастать на рейсах между шпал? Он тебя проехал, не заметив, он тебе ни слова не сказал. Но о чём ты думал, семицветик, поезду глядя во все глаза? Что мы ищем, сердце рвя на части? Мы найдём покой, нам повезёт. Только не меняет адрес счастья. Счастье там, где нынче горизонт. Я лечу, вовек не успокоюсь. Здесь не те, а там не то, не то. Я прекрасный сумасшедший поезд, За которым не бежит никто. Ну, давайте я последний прочту. Не-не-не. А, не последний. Ну, хорошо, давайте не последний. Эпиграф. Сегодня пятница, мой день рождения. После Киа. Хорошо быть слоном за огромным столом. Хорошо быть лисицей, красивой, рыжей, А меня сочинили печальным ослом. В этой самой весёлой из сказочных книжек Я был слишком невесел и слишком непрост. Я любил вас так глупо, смешно не умея, Я был круглым ослом. И мой ветреный хвост убегал, Чтоб вилять и юлить веселее. Хвост мой сказку иную к другим унесло. В той стране Винни-Пухов Есть счастье и пудинг, Хвостик. В жизни у вас будет много ослов, Но вот ослика, ослика больше не будет. Я надую сто тысяч зелёных шаров, Я с другими наемся и клюквы, и мёда. Это участь, родившись с тоскою коров, Быть весёлым в любую любовь и погоду. Будь я трижды талантлив, Сто раз нездоров, Ослик всё же останется просто скотиной. И поэтому хвост, Не жалеете ослов, Что рыдают, Уткнувшись в свой торт именинный. Я вам ещё два стихотворения прочту, Одну, продолжая сказочную тему, Смерть Карлсона. Ты сейчас спокойно спишь, малыш, И не знаешь, В снах белее вальса, Где-то с раскалённых страшных крыш, Карлсон обезумевший сорвался. Так что спи, Уткнись лицом в кровать, Не узнать нам, как же он решился, Просто так пропеллер не включать. А газеты плюнут, Тут Карлсон спился, А причины, в общем, То да сё, Довели варенье и конфеты. Если бы он лечился колбасой, Как ему прописывали где-то, Если бы он вернулся к Фрэгенбок, Если бы не влетал, Куда попало, Он бы двести лет прожить бы мог, Он бы плюшек нам испёк немало. Только крыши манят, Как не магнит, А летать ведь не считать овечек, Каждый ненормальный Норовит выдумать торты С одной свечкой. Я прочту газету, Как в ряду. День тебе не стать уже прошедшим, Я заплачу, Я с ума сойду От того, что я не сумасшедший. Ну и последнее. Так что такое хорошо, Так что такое плохо? Нет, я не стану алкашом, Но мне понятно, Лёха, Что быть весёлым – хорошо, А быть поэтом – плохо. Есть у стихов закон смешной, Несносная эпоха, Поэтам плохо – хорошо, А хорошо им – плохо. Ещё не всё, Кошмар сплошной, Ходи, ругайся, охай, Поэт безумный – хорошо, Поэт нормальный – плохо. Я вас любил, Я был смешон, Девчонка, стерва, кроха, Вам было очень хорошо, Когда мне было плохо. И до чего наш мир дошёл? Я, видно, не у Мёха, Плохим живётся – хорошо, А вот хорошим – плохо. Вот дайте кто-нибудь ружьё, Одно я знаю, Лёха, Что быть хорошим – хорошо. Так почему мне плохо? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ